Всем привет, друзья! Сегодня 24 декабря, а завтра 25 в Польше состоится празднование Рождества. И в традициях Польши Рождеству отведено особое место, и являясь в своей массе довольно такими религиозным народом, поляки готовятся к этому празднику всей семьей. В Украине же Рождество обычно праздновали это 7 января, но в этом году Синод Православной Церкви Украины разрешил проводить рождественское богослужение также 25 декабря. Поэтому, друзья, в этом видео мы поговорим с вами об особенностях празднования Рождества в Польше и об общих и отличных традициях празднования Рождества как в Польше, так и в Украине. Поэтому, друзья, досмотрите это видео до конца. Я уверен, оно будет очень интересно всем тем, кто сейчас находится в Польше и будут знать, как же поляки отмечают Рождество. Так когда же Рождество и какого числа его отмечают? Как вы знаете, большинство поляков они католики, поэтому и Рождество они отмечают согласно этому христианскому направлению именно 25 декабря. Но вечер, предшествующий вот этому дню, называется Вигилия. Это аналог православного сочельника. Именно в этот день собираются за столом все, чтобы встретить этот праздник, то есть 24 декабря. Так как в основном для поляков Рождество это все-таки семейный праздник, то на него собираются вместе родственники, а также самые близкие люди. Все блюда готовятся заранее, конечно же, но к пище не приступают до появления на праздничном небосводе первой звезды. Это такой еще один отсыл к библейской легенде о вифлеемской звезде. А также многие до этого посещают эту рождественскую службу в костеле. Давайте поговорим про польские блюда на католическое Рождество. Как я уже говорил, сам праздник наступает 25 декабря, но рождественская трапеза начинается именно 24. То есть это время, когда религиозные ограничения на пищу еще не закончены. Поэтому все блюда должны быть постными. Существует несколько поверий относительно рождественского стола. Во-первых, количество гостей должно быть четным. А вот количество блюд, наоборот, должно быть нечетным. И основным блюдом является это оплаток. Это известный христианам пресный хлеб, который обозначает, согласно библейскому учению, это тело Христова. И на рождественском столе является обязательным элементом, с которого и начинается трапеза. И такое деление вот этим оплатком, это традиция, которая в основном отсутствует в украинской культуре. То есть такое деление оплатком, это когда польская семья собирается за столом, то сначала происходит молитва, а затем присутствующие именно делятся вот этим хлебом, рождественским хлебом. А также среди рождественских рецептов наиболее часто используют это постные супы. Это миндальный, грибной, льняной, овощной, либо рыбный. Также это бигус, это тушеная квашеная капуста с добавлением гороха. Также, конечно же, это кутя, это как символ связи живых и ушедших. Это может быть рулет с маком, и это может быть также рыбное блюдо. Также могут быть это сырники, вареники, голубцы, компот и также салат оливье и так далее. Следующее, о чем поговорим, это украшение дома и история ели. Так вот, в отличие от большинства украинских регионов, в Польше украшают елку именно перед Рождеством. Как правило, это происходит 23-го, либо 24-го декабря. Польские семьи редко украшают елку раньше этой даты. И под елку также кладут это подарки, которыми обмениваются именно во время вигилии, то есть 24-го декабря. Во многих польских квартирах можно заметить, что елка подвешена верхушкой к потолку. Считается, что таким образом елка защищает дом от злых духов. А верхушку ели украшают это вифлеемской звездой. И часто под самой елкой вместе с подарками можно заметить это разнообразные библейские инсталляции. Они могут быть достаточно небольшими, но подобные большие инсталляции вы можете увидеть на главных площадях городов. А также во многих домах сохранилась такая традиция, это стелить немного сена, это как символ яслей, под рождественскую скатерть. Она, кстати, должна быть белоснежной, эта скатерть. В Украине также существует традиция украшения елки, но она несколько отличается от польской. Так, например, украинцы не привязываются к Рождеству, и поэтому елку, например, могут ставить даже условно 31 декабря. Следующее, о чем поговорим, это подарки и дарители. На Рождество, конечно же, принято обмениваться это подарками. И особое внимание, конечно же, уделяется детям. К ним в это время приходит это Санта Клаус, либо это Джадек Мрос, либо это Святой Николай. То есть могут называть по-разному. Тем не менее, сейчас наиболее распространена именно версия Святого Николая. Он, кстати, вынужден приходить к полякам дважды за декабрь. Это 6 декабря, когда празднуется День Святого Николая, и также в ночь на 25 декабря. Следующее, о чем поговорим, это польские и украинские калятки. Так же, как и украинцы, поляки поют, конечно же, это рождественские песни, калятки. Но польские и украинские калятки, они, конечно же, несколько отличаются. Историки говорят, что польские калятки, их существует около тысячи. Но, без сомнения, самая популярная из них, это Спи Иисус. Калятки поют как в семейном кругу, так и на главных площадях городов. Поэтому, если вы решите прогуляться по центру вашего города 25 декабря, то вы сможете увидеть уличные вертепы и концерты, которые посвящены Рождеству. Как работают магазины в Польше на Рождество? Так вот, крупные магазины и государственные предприятия, они не работают 25 декабря. И некоторые даже продлевают выходные и на 26 декабря. В канун Рождества, как правило, это короткий день. После обеда большинство магазинов уже закрывается. Однако, небольшие такие магазинчики, а тем более сувернирные лавки и развлекательные учреждения, они могут работать по своим собственным графикам. Это также относится и к таким ярмаркам, которые вы также можете посетить. Ну что же, друзья, вот такие вот особенности празднования Рождества. Постарался рассказать коротко, но чтобы вы знали, как праздновается Рождество в Польше и были более осведомлены. Поэтому, друзья, поставьте лайк, обязательно на этом видео и подпишитесь на канал. А всех тех, кого интересуют бесплатные переводы денег из Европы в Украину, то перед праздниками вы сможете сделать это удобно, быстро и без комиссии, если вдруг вам нужно отправить деньги близким либо родным. Ссылку я оставлю внизу в описании под видео. Можете уже перейти по ней, зарегистрироваться, чтобы не потерять ссылку, а деньги переведете позже, когда вам это будет нужно. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!